Мою учебу на учителе, мою работу учителем в средней школе Великобритании. Доброе утро и добро пожаловать в первый выпуск новой серии видео, где я вам буду показывать мою учебу на учителе, мою работу учителем в средней школе Великобритании и учителем науки, физики. И сегодня 1 сентября, поздравляю всех с этим прекрасным днём, сегодня первый день работы, но хочу сказать, что сама учеба для школьников начинается 5 сентября, то есть понедельника, поэтому четверг и пятница, 1-2 сентября, это просто для учителей, то есть и для меня вступительные дни, когда мы готовимся, что-то там обсуждаем, короче, я осваиваюсь везде, поэтому сегодня я впервые еду на работу, в школу, и мне нужно будет понять, как туда вообще ехать, потому что я отсюда ни разу не ездила, мне нужно будет поменять один автобус, и посмотрим. Я вам буду всё докладывать по возможности, поэтому сейчас 7 утра, я быстренько вам расскажу про моё расписание, какое у меня сегодня будет. В общем, 8.30 мне нужно быть в школе, потом с 9 до 10 у нас будет большая встреча со всеми учителями школы, это будет, типа, General Introduction, вступление, и буду сажать результаты ОГЭ, то есть GCSE. Короче, посмотрим, для меня этот мир такой зазеркалье, типа, я всегда была учеником, и тут что вообще происходит. Кстати, в пятницу у меня будет тренинг, и в пятницу у меня будет небольшая лекция о ментальном здоровье, о том, как учителям не сойти с ума. Несколько лет назад я решилась вам рассказать о моей истории борьбы с депрессией, паническими атаками, тревожным расстройством. И я могу сказать, что когда-то терапия мне очень помогла с паническими атаками, или, по крайней мере, научила меня, как с ними жить. На самом деле, это очень актуальная тема, и я думаю, что следить за ментальным здоровьем очень важно, особенно в настоящее время. Если вы вдруг у себя заметили упадок сил, не можете сконцентрироваться, тревогу и другие похожие симптомы, то онлайн-сервис по подбору психотерапевтов МЕТА поможет вам помочь себе. Также сеансы с психотерапевтом могут проходить не только онлайн, но и лично. Я знаю, что найти своего психотерапевта иногда бывает сложно, но в сервисе МЕТА можно подобрать психотерапевта всего за 5 минут. Алгоритм МЕТА поможет вам подобрать подходящего специалиста, исходя из различных критериев. Опыт, стаж работы, направление работы психотерапевта. Там есть большой выбор терапевтов в различных ценовых категориях, и, кстати, уже 40 тысяч человек доверились сервису МЕТА. Вы можете найти специалиста всего от 1500 рублей за сеанс. Если вам интересно, то все, что вам нужно сделать, чтобы подобрать психотерапевта, это перейти по ссылке в описании, заполнить анкету, выбрать специалиста и затем договориться о встрече. Также до конца октября действует скидка 25% на первый сеанс по промокоду Кейт. Я тут уже нашла друзей себе. Тут живет Милка у соседа. Мы уже с ней подружились. Продолжение следует... У нас была сейчас встреча со всеми учителями, со всеми staff, которые в школе. Вся административная информация. Я сейчас не знаю, что делать. Точнее, я знаю, я не знаю, куда идти. Сейчас мне нужно будет прочитать всю вот эту информацию. Называется Safeguarding в английских школах. Очень много информации, как всегда. Так что сейчас я пойду домой и буду всю информацию профильтровывать. И завтра у меня день, когда у нас только седьмой класс в школе, потому что они впервые идут в среднюю школу. И мы должны им рассказать, что им вообще делать. Заодно я пойму, что они делают. Доброе утро. Сейчас даже семи утра еще нет. Сегодня пятница. И сегодня в школу идут семиклассники. И в школе будут только одни, потому что они идут изначально в среднюю школу. И они должны освоиться. Поэтому первая половина дня супервайзер, он выпустил одиннадцатый класс и сейчас берет заново седьмой. Поэтому я буду также проводить все это время с ним. У него будет своя тьютер-групп, то есть это типа классный руководитель по-русски. И посмотрим, что это за дети, что это за люди. Очень-очень рада. Я, конечно, утренний человек. Я люблю утро. Я продуктивнее утром. Но когда надо вставать в шесть утра? Как вы видите, сегодня я в официальном иду. Мои простые в джинсах. Доброе утро. Сегодня понедельник. Сегодня полноценный рабочий день. У меня сегодня два урока. То есть сначала 8.35 до 9.05. А тьютер-групп, это типа как классный час, типа того. 9.05 до 10.15. У меня физика девятый класс. И потом после этого еще час десять, физика десятый класс. Я просто стараюсь как можно больше снимать в школе, но просто проблема в том, что там есть дети. И мне не хочется их снимать, особенно на ютуб-канал. Это очень странно. Поэтому я попытаюсь вам показывать, рассказывать все о школе тогда, когда на фоне нету детей. Что очень тяжело, но я попытаюсь найти такие моменты. Вот так вот выглядит учительская. И теперь это странно осознавать, что я здесь не как ученик. Мне все время очень, ну, диссонанс какой-то в голове происходит. В общем, сейчас 8.15, начинаются уроки 8.35. Поэтому у меня есть время подготовиться. На этой неделе я не веду никакие занятия, никакие уроки. Я просто смотрю, как ведут другие учителя. И потихоньку я буду брать некоторое время от занятия, чтобы учить. И идея такая, что к концу года я должна полностью все учить, и сейчас ничего. То есть потихоньку время нарастает. Ученикам повезло, потому что нужно быть 8.35 в школе. Я на самом деле еще поздно пришла, потому что в 8.20 очень часто происходят встречи для учителей, брифинги. То есть нам надо быть еще раньше. Я знаю, что тут один учитель физики приходит вообще в 6 утра в школу. Поэтому повезло, что я просто люблю утро. Сегодня четверг. И сегодня, по идее, у меня должен был быть обычный день, когда я учу 7, 9, 10 класс. Но сегодня необычный день, потому что в четверг и в пятницу у меня тренинг. Training day. У меня нет никаких классов, уроков. И я просто слушаю полезный совет о том, как учить, так сказать, и обучаться. В общем, в 9 утра мне нужно быть в школе, наконец-то вставать не в 5 утра, не в 6 утра, а чуть-чуть попозже. Я уже пришла домой со школы сегодняшнего дня. И было очень много интересной информации, с которой я поделюсь попозже. Информация о том, как обучать, как учить, о программе. Мне дали несколько книг. Вот такое это Observational Feedback Journal. Здесь, ну как бы записывать весь фидбэк про уроки, про все такое. Вот, потом мне дали две такие книги. Это Rosenstein's Principles in Action. И вот это вот. Здесь очень много интересной информации о том, как учить, разные техники обучения. И в общем, это так интересно. И теперь по пятницам у меня будут такие тренинги. И на самом деле следующий тренинг или через тренинг у меня будет тема о том, как мы обучаемся, как мы учим. И различные техники обучения. Что, мне кажется, для вас это точно будет тоже интересно услышать с точки зрения науки это все. Вот. Поэтому я вас буду keep update. Как вы, наверное, заметили по этому видео, я не очень много в школе снимаю. Потому что в школе, как понятное дело, очень много школьников. И я с точки зрения легального и вот этого всего не буду их снимать, естественно. А в основном я буду просто вам рассказывать и делиться своим опытом обучения в школе. Как здесь это все проходит. Какие различия с русской или американской школой, где я была. И все такое. О том, какие есть методы обучения. В общем, здесь очень много интересной информации, с которой я буду с вами делиться. Вот. А пока я на этом видео это закончу. Спасибо большое, что вы посмотрели. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы конкретные об обучении, о работе в школе, в британской школе, то напишите в комментариях, и я постараюсь о них ответить в следующем видео. Вот. Спасибо, что посмотрели это. И увидимся с вами совсем скоро. Пока.